Между тем, в Ноябрьске, как и в других городах Ямала, работа по жилищным программам значительно затруднена. Дело в том, что с января 2013 года в округе введена региональная система межведомственного взаимодействия. По сути, она призвана ускорить документы обороты и облегчить работу служащим. Это с одной стороны, а с другой – избавить людей от сбора множества справок. В частности, тех, которые подтверждают, что человек, претендующий на участие в какой-либо жилищной программе, не имеет в собственности жилья в других городах и регионах страны. Без этого документа, к примеру, многодетную семью или малообеспеченную, не включат в списки очередников. И вот если раньше эту справку в Росреестре запрашивали сами граждане платно на каждого члена семьи, то после введения электронной системы запрос этой информации – обязанность сотрудников НГДИ. И для граждан он становится бесплатным. И все бы хорошо, но система пока дает сбой. В соответствии с запросом в течение пяти рабочих дней должна поступить информация как по Ямал-Ниньскому автономному округу, так и по Российской Федерации. Информация, которую мы запрашиваем по Ямал-Ниньскому автономному округу, поступает своевременно. Однако столкнулись с такой проблемой, что по Российской Федерации информация до настоящего времени не поступила. С января 2013 года было оформлено 838 запросов, и информация по этим запросам так и не поступила. К слову, 838 запросов – это только по некоторым жилищным программам, а всего из НГДИ с начала этого года их отправлено 1776, и ответа нет ни по одному. Чтобы выйти из ситуации, пока не работает электронная система взаимодействия, сотрудникам департамента сегодня оформляют электронные цифровые подписи, для того, чтобы они сами повторно отправляли запросы в Росреестр. Мае – время выдачи жилищных сертификатов молодым семьям, и для них эта информация сейчас архиважна. Но в местной Рекпалате эту ситуацию комментируют несколько иначе. По словам руководителя этой службы в нашем городе Натальи Павлович, запрос из Ноябрьска отправляется либо в конкретный субъект России, либо во все субъекты, и на месте остается только ждать ответа. Когда он приходит, вся информация обобщается и передается в НГДИ. На сегодня, заверяют в Рекпалате, практически все данные предоставляются вовремя. На сегодняшний день, скажем так, эти запросы уже поступают в течение пяти рабочих дней. До этого срока были технические неполадки. Например, с Ставропольским краем у нас в феврале месяце у них сервер сломался, и эти запросы у нас еще до сих пор есть, которые не отвечены. Это вот Ставрополь. Ну и плюс еще есть субъекты Российской Федерации, которые попали, скажем так, в черный список. Это Ингушетия, это Дагестан, которые очень часто у нас выдают эту информацию с просрочкой. То есть эта просрочка может касаться от недели до месяца. Кроме того, Рекпалата отправляет повторные запросы и напоминает, что в принципе то, что людей освободили от обязанности предоставлять эту справку, не лишает их права все-таки самостоятельно запросить информацию. Правда, только за деньги. А это полторы тысячи рублей на человека. Продолжение следует...